всем привет в этом видео хочу поговорить про полеты в общем и причем не просто про полета как она в реале это все выглядит потому что я думаю большинство кто сейчас это видео смотрит это либо новички либо соответственно вы уже мой канал подписаны и уже видели видео знаете про что это видео пойдет в общем давайте все по порядку большинство на в это хобби зашло когда вы увидели вот эти красивые картинки полетов как там все плавно красиво летит рассказы про 4k видео которые да у вас там на картинке и кажется такая бешеная детализация вот сейчас я одену очки у меня будет все то же самое и очень все плавно да как на мавике классное движение вот это вот fpv она обычно начинает затягивать именно в это хобби как раз вот именно с этих картинок с этих видосов разных блогеров в общем но когда вы покупаете свое fpv оборудование первое вы понимаете что далеко все не так красиво как на самом деле она есть первое чем вы сталкивались что за небольшую сумму там 30 40 50 тысяч в принципе такой картинки вы не получите ну или я не знаю там гонпрошку только поставить аппарат бушный там я не знаю за копейки если только купите ну то есть почти это нереально чтобы fpv и за такие деньги и вы начинаете осознавать что на самом деле все это цифра в основном поэтому такая детальная картинка либо оборудование стоит какой-нибудь там отдельная писалка скажем так вам видео с этого показывают но в целом все равно картина получается такая что вы понимаете что в принципе все эти картинки невозможны детализация такая классная все плавненько хорошо и это в любую погоду в принципе работает и вот как раз я хочу в этом видео и поговорить в какую погоду это не работает что большинство этих картинок на самом деле не совсем так как она реальная все есть и почему у вас даже при небольшом ветре все идет через жопу все трясет а у людей вот они летают там даже надо видно что там чуть трава колышется деревья все хорошо и ровно и вы начинаете зацикливаться что у вас неправильные настройки может быть там пиды может какие-то сервы херовые или еще какие-то проблемы именно механического характера с вашим аппаратом и вот давайте как бы приступим к основной теме этого ролика как все она летается ветер понятно что большинство аппаратов такие как дроны например ну в основном все заходят начинают с дронов в этом хобби они летают довольно нормально даже небольшой ветер то есть два-три метра в секунду вы сильно не ощущаете единственная проблема скорее все будут это при полете против ветра то есть тяжелее лететь скорость потому что эти минусуется да вот эта скорость ветра ну а что такое 2-3 метра в секунду это порядка там 10 километров в час то есть фактически ветра нету то есть очень мало а вот есть другая проблема что если вы смотрите погодные вот эти анонсы это написано два-три метра это обычно минимальная скорость ветра постоянно есть еще порывы вот порывы могут доходить там обычно до пяти но это все равно не такая большая проблема для дронов особенно например если вы летаете на крупных дронах тип 7-дюймовых как химеры которые изначально и сама по себе тяжелая имеет очень большую тягу на двигателях то есть мощность можно дать хорошую и в итоге вот эти проблемы с ветром там даже можно и в штормовой ветер в принципе на ней летать она себя ведет хорошо и все качественно стабильно но рано или поздно кто-то может сразу начинает пытаться зайти в хобби с крыльев либо самолетов там у вас любых скажем так крылатых аппаратов но не с дронов и вот здесь вот начинается кара самые интересные моменты почему обычно на них переходит ну чаще всего из-за того что длительность полета мелкий 5-дюймовый дрон например стандартные ну это сколько 5-10 минут полета да если так активного полета 7-дюймовый уже позволяет летать там и 15 и 20 минут или если совсем прям там а нежненько аккуратненько там подобрать правильную в мг принц можно и 40 минут вытянуть но опять же если вы хотите еще снимать красивую картинку получать это значит вы будете вешать какое-то оборудование нормально тот же самый аутрию не например позволяющих хорошо снимать либо гоупрошу какой-нибудь это уже лишний вес сокращает время полета и в идеале получается красивые полеты особенно если вы хотите в облака поснимать полетать это в основном только дрона ой дрона только на крыльях получится принципе на дронах тоже можно в облака взлететь последний видос это чисто все с дрона снято но конечно это не долго будет потому что ресурс на подъем дрона очень большой тратится и а спускаться тоже вам надо как ни странно моторы крутить в отличие от тех же самолетов или крыльев вам главное добраться максимально вверх а дальше в принципе можно и спланировать единственное отличие там кит планеры у них скорость снижения при полете прямолинейном это где-то там до полуметра в секунду а иногда можно бору даже в плюс то есть подниматься ловить потоки а вот на крыльях там конечно побыстрее там где-то может быть и метр и полтора ну опять же зависит от размера ну а размеры большинство у нас стандартные это где-то до метра крылья самый большие тут типа арвингов аппараты если из крыльев брать самолетов там фениксы двухтысячные 2 400 или св-28 это уже более редкий вариант большой ну то есть это не для каждого новички начинают обычно с малых размеров рептилии там репер 690 то же самое хивинг там на чем подобным то есть довольно добротные крылья простые в эксплуатации стоит недорого очень все хорошо и вот с ними начинается проблема насмотревшись видосов где у людей что красиво летает у вас так не летается здесь все очень просто помимо скорости ветра есть еще понятие турбулентные потоки например если вы живете вот как я например в нашей области очень много полей очень много посадок каких-то отдельных кустов деревьев непостоянный ландшафт то есть где-то овраги какие-то в общем все нестабильно неровно возникает очень большие турбулентные потоки то есть ветер дует не одним большим потоком таким может быть и не сильным но очень нестабильным и это чем-то напоминает кипящую воду в этом случае это низко над землей причем высота вот этого такого турбулентного потока может достигать там и 200 300 даже метров то есть довольно высокая высота при которой потоки непостоянные плюс еще и если это летом вылетаете соответственно днем тепло от полей да где там темные поля соответственно сильнее их прогревает большие теплые потоки воздуха устремляется вверх это еще дополнительно меняет всю эту картину ветров поэтому ветер эта штука очень такая нестабильная и веселая причем этот ветер на разных высотах может быть разный то есть доходит до того чтобы может оказаться так что рядом землей у вас ветер может быть там большой там на 800 метрах например может быть намного слаб же раза в два например то есть а может быть 25 метров в секунду у земли может быть 6000 такое тоже бывает и не так ничего редко и бывает наоборот что на высоте там километра в двух где-нибудь или над облаками ветер может оказаться там и стоит 200 км в час то есть это очень сильный ветер и такой ветер в принципе и летать очень опасно то есть это где то там ты 30-50 метров в секунду то есть очень сильный ветер вот редко такого встречаешь но если один большой плюс там наверху где ветра бывают очень сильные, чаще всего они стабильные, то есть ветер идет большим таким потоком и нет турбулентности на любом аппарате вы будете себя чувствовать там очень комфортно, единственный недостаток, что вас вот такой снесет быстро нафиг и вы не заметите, как вы там плюс-минус сразу 10 километров добавили к расстоянию от дома, поэтому в таких случаях лучше сразу нырять вниз и уходить чтобы в те потоки, где ветер более слабый, чтобы вернуться назад, но это уже как бы тема отдельной истории безопасности так вот, про картинку стабильную при таком ветре небольшом вы летать не сможете стабильно, и если вы видите, что человек летает, ну, видео, которое вы, да, смотрели, и там все так классно и красиво, здесь не совсем все верно, вот я вам пример, я вам сейчас покажу, как это выглядит ну, при взлете, да, со стороны взлет, в принципе, относительно ровненький, все хорошо, а если вы посмотрите на ОСД, то взлет-то нифига не ровненький, не такой уж и плавненький и на самом деле трясет очень сильно в данный момент ветер где-то доходит до 8 метров в секунду, вот вам прогноз погоды на этот день, могу показать, как это выглядит, то есть ветер довольно сильный и даже камера не может нормально отстабилизировать, и вот как раз мы сейчас переходим к тому моменту, почему картинка у многих гладкая. И на самом деле в очках вы часто видите очень сильно трясущую картинку, потому что ОСД очень редко кто реально показывает, потому что зачем вам показывать дробежащую картинку, которая максимум что может вызвать не восторг, а скорее всего болеватрон какой-нибудь. Поэтому вас старается завлечь или просто показать красоту ландшафта вот этого всего, да, как это все выглядит. А ОСД часто показывают только в технических видео, где-то какой-то аспект обсуждается, там да, там как бы данные ОСД хочется показать, поэтому и видео особо можно и там пофигу в какую погоду это летаешь, трясется, не трясется, главное как бы те показания, которые на экране есть. Вот, но опять же часто многие летают стараются в штиль, тесты большинство проводит, поэтому мало кто в принципе летает в плохую погоду. Плохая погода, я считаю, для крыльев это все, что выше трех метров в секунду, то есть очень фигово летать, особенно если как я и сказал, ландшафт неравномерный, возникают турбулентные потоки и у вас трясти будет все, ну кроме дронов только, таких средних размеров. И вот здесь как раз и кроется вот эта проблема, что новичок пытается, смотря на такое видео, добиться таких же полетов от своего аппарата, но никак не выходит, да, все потому что вот это используется стабилизация. Что такое стабилизация? В большинстве камер, в том числе GoPro или тот же самый отри юнит диджайный, аватар система тоже, они имеют встроенный гиродатчик, который позволяет фиксировать постоянное положение аппарата в пространстве, в данном случае именно юниту самого. А так как юнит с камерой обычно зафиксирован, соответственно, данные на видео всегда есть, то есть каждый кадр известно, насколько он отклонен. И есть специальный софт, самый популярный это гирофлоу, который позволяет вам отставить потом видео на постпродакшене, так сказать, и получить плавную картинку, именно использовать гироданные, которые вам выправят картинку относительно данных гироскопа, чтобы в какой-то угол горизонта у вас картинка была. Вплоть до того, что можно эффект Мавика сделать, что все будет в горизонте, типа вот так вот, хотя на самом деле вы летите там далеко не в горизонте. Конечно, на этом теряется какая-то часть объема информации кадра, то есть он кропится, но все равно картинка получается приятная и красивая. И самое главное плавная, потому что вот как раз этого большинство хотят добиться. И отсюда и кажется, что все так легко и просто. Хотя на самом деле в сильный ветер, даже вот в небольшой, но если есть потоки турбулентные, даже бывает, что и гиростап не может справиться. Вот вам, кстати, как пример. В данном случае вы видите, их такие как артефакты, эффекты, дефекты, не знаю, как правильно сказать. То есть, когда сильная уже треска и возникает уже искажение самого объектива, так как матрица у нас не имеет глобального затвора, а пишет построчно, то есть очень тяжело вот этот роллинг-шаттер устранить как таковой. Хотя есть способы устранения, если он только постоянный. Но так как у нас меняется освещение, меняется, допустим, частота вот этого программного затвора, ну, в общем, там нюансов много и не всегда это можно поправить. Так что вот такие нюансы. А логично, что если вы летаете в очках, то есть в реальном времени вот это все выглядит, конечно, очень ужасно и не каждый сможет летать в такую погоду, потому что, как я и сказал, такое состояние у некоторых даже проблемы со стимулярным аппаратом возникает и даже стоять, например, в очках при таком полете очень тяжело, потому что вот это расколбас, видимо, мозги так воспринимают и глаза начинают, во-первых, сильно уставать и голова чуть ли не кружится. Ну, вот у меня такого эффекта нет, но у товарища, я знаю, у некоторых бывает такой момент. Поэтому, ну и в принципе полет, как бы, получается не такой уж и интересный. В чем прикол, да, смотреть на картинку, которая у вас вот так вот ходуном все ходит, и от этого никакого кайфа нельзя получить, в принципе, нормального. А еще недостаток от такого, ну, погодных, скажем так, таких условий, вы не сможете какие-то там трюки делать, низко летать над землей, например, вот как в этом случае. Очень тяжело, потому что, получается, вот этих потоков воздух не только нестабильный в плане завихрения возникает, а он еще и, получается, разной плотности, и крыло тоже ведет. То есть где-то вы руль чуть сильнее отклонили, он меньше отклонился, чем вы рассчитывали. В какой-то ситуации вы, наоборот, плавнее руль отклоняете, да, там, или вон, чтобы там развернуться. Он вас, наоборот, сильнее закидывает в бок. И вот это, даже управление, оно очень сложное становится, и никакие там вам крутые настройки пидов не помогут, чтобы комфортно лететь. Поэтому полет, как бы, ну, такой. Обычно я, вот, например, в плохую погоду летаю, только когда что-то надо протестировать, время уже жмет, хочется посмотреть, как аппарат летает, и у меня нет цели там съемки какие-то делать. Логично, как бы, мне такая погода все равно устраивает. Мне главное проверить, работает ли аппарат. Понятно, что если какие-то сервовые, слабенькие ставить, они могут только из-за такой херовой погоды даже сдохнуть. То есть это еще влияет очень сильно на ресурс аппарата, скажем так, такие погодные условия. Ну, а если аппарат это может вытянуть, в принципе, почему бы и нет? Ну, как я и сказал, удовольствие, конечно, от этого никакой особо-то и не получите. Поэтому наивно предполагать, что вот сейчас я пойду, вот люди летают, ветер и пофигу, и все хорошо. Нет, так не бывает. Это все фантастика и сказки, в общем. Ну, либо это гирофлоу, который позволяет все это дело сгладить. Вот, наверное, я такую как бы небольшую вам лекцию интересную прочитал, как реально все это выглядит на самом деле с полетами. Показал вам примеры, я думаю, вам это зашло. И вы теперь хотя бы будете представлять, как оно реально это выглядит, если вы еще не используете данные аппараты, летаете пока что только на дронах, и вот как раз думаете, купить там крывой или не купить. То есть если ваши погодные условия вот такие вот, то имейте в виду, что полеты будут тоже вот такого плана у вас в основном. Ну, либо дожидаться каких-то деньков, когда спокойный ветерок, слабенький, либо часто это бывает летом, например, рано утром, ночью в том числе, поздно вечером, обычно после заката. Под закат редко, потому что еще все теплое, все жарит, соответственно, пока что земля остынет, потоки воздушные еще идут вверх. Для планеров это, конечно, прикольно, потому что ты можешь за счет этих потоков набирать высоту, планировать. Даже в Вайнави, там у Варбопилот есть отдельный режим Solar Ring, который позволяет чуть ли не в автоматическом режиме почти все это делать. Но для небольших аппаратов, конечно, такие турбулентные потоки это проблема. И летать, конечно, будет вам очень некомфортно. Но, опять же, кому что нравится, есть люди, которые там и в худшую погоду летают, некоторые в дождь летают, я видел. То есть у кого, как говорится, тяга к полетам очень высока, там, как говорится, погодные условия не являются преградой. Но имейте в виду, что чем сильнее ветер, чем сильнее турбулентные потоки, тем сильнее это бьет по вашему аппарату. И банально там сервы быстрее изнашиваются. И, возможно, даже могут только из-за этого выйти из строя. Если вы там неправильно подобрали винтомоторную группу, то в том числе и сервы взяли послабже, то у вас могут и могут они срываться вплоть до того, что там заклин произойдет, ну и аппарат вы потеряете. Так что имейте это в виду. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если вам эта тема зашла и такие подобные как бы мануалы по ситуациям с политухами, в общем, вам интересно, ставим лайк, подписываемся на канал и пишем в комментариях, что вы еще хотели подобное бы услышать, ну из моего личного опыта, либо в целом в дальнейшем новых роликах. Все, спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok